Доброе утро! Здравствуйте! С вами Елена Краева и Наталья Гончарова. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Встречайте новый день с нами. И сегодня вы увидите Бюджет и другие вопросы. На очередное заседание Совета депутатов Одинцовского округа состоялось в администрации муниципалитета. Полезный опыт. Строительство школы в Гусарской балладе осмотрела делегация из Башкортостана. Месяц чистоты и благоустройства. В субботниках на территории округа приняли участие глава муниципалитета, коммунальщики и активные жители. Генеральная уборка. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха начали готовить лыжероллерные трассы к весеннему сезону. Секреты учителей. Муниципальный форум молодых педагогов «Общайся, создавай, применяй» впервые прошел в Одинцове. Музейная экспозиция. В Назаревской школе состоялся зональный семинар «Известные люди» в школьном музее. Сегодня будет много нового и интересного. Оставайтесь с нами. Сегодня 11 апреля. Кстати, в этот день, в 1909 году, был основан город, через год названный Тель-Авивом. А в 1963 году в Битлз выпустили сингл «From Me To You», который стал их первой песней, занявшей первое место в английском хит-параде. Ну а в СССР в этот день на экраны вышла кинокомедия «Королева бензоколонки» с Надеждой Рубянцевой в главной роли. Ну а ровно через год фильм Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». И предлагаю узнать, какими еще интересными и значимыми событиями запомнился 11 апреля. В этот день, 876 лет назад, Юрий Долгорукий пригласил черниговского князя Святослава Ольговича навстречу. В приглашении впервые было упомянуто слово «Москва». Фраза эта звучала так «Приди ко мне, братьев, Москов». Из-за этой фразы князь вошел в историю как основатель Москвы. Согласно летописям и археологическим раскопкам, Москва основана намного раньше 1147 года. В городе была временная резиденция суздальского князя Юрия Долгорукого. Не просто так он назначил в Москве встречу Святославу Ольговичу. И именно с этой встречи началась война за престол. Спустя 10 лет Долгорукий все же его возглавил. А 166 лет назад Александр II утвердил государственный герб России – двуглавого орла. Вообще каждый из монархов вносил изменения в государственную эмблему. Но серьезную геральдическую реформу провели именно в царствовании Александра II. Для работы над гербом создали гербовые отделения. Там была разработана целая система российских государственных гербов – большой, средний и малый. Они символизировали единство и могущество России. А 11 апреля 1919 года при Лиге нации была создана Международная организация труда, целью которой стало продвижение принципов социальной справедливости, международно признанных прав человека и прав в сфере труда. 79 лет назад, 11 апреля 1944 года, Керчь была освобождена от фашистских войск. Окупация города произошла в ноябре 1941 года. После длительных боев за Керчь более 85% зданий было уничтожено. За героизм, мужество и заслуги населения и подвиги воинов в Великой Отечественной войне в Керчи присвоено звание города-героя. Всего в боях за Керчь 146 воинов удостоились звания Героя Советского Союза. Но между тем у нас в округе тоже происходит немало интересного. Точно-точно сегодня действительно происходит в округе много чего интересного. И, например, исполнение муниципального бюджета за 2022 год, порядок расчета взимания платы за пользование жилым помещением газифицированных многоквартирных домов. Эти и другие вопросы рассмотрели на очередном заседании Совета депутатов Одинцовского округа. С подробностями наш корреспондент. Заседание Совета депутатов Одинцовского округа по традиции началось с выступления главы муниципалитета Андрея Иванова о самых значимых событиях последнего времени. В частности, в своем докладе он затронул темы уборки и благоустройства территорий, подтоплений в жилом комплексе Ракитня, строительства и функционирования существующих и строящихся социальных объектов, а также призывы на службу по контракту и весенней призывной кампании, которая стартовала 1 апреля. От людей сейчас самый частый вопрос, могут ли солдат-срочников отправить в зону проведения специальной военной операции. Поэтому хочу еще раз выйти на этот вопрос и ответить четко – нет. Срочники в специальной военной операции участия не принимают. Повестка очередного заседания включала в себя вопросы исполнения муниципального бюджета за 2022 год, порядка расчетов и взымания платы за пользование жилым помещением газифицированных МКД в зависимости от их благоустройства и оснащенности специализированным оборудованием автоматического контроля за газованностью. Ожидается, что тариф будет повышен для жителей, которые откажутся от проверки газового оборудования специалистами, на основании чего контролирующие органы составят акт, что станет основанием повышения коэффициента до четырех. Мы-то боремся с тем, что нас люди в квартиру не пускают, чтобы мы бесплатно постраивали датчик и взяли под контроль газовое оборудование. Но так как зачастую там куча переустройств незаконных и всяких врезок и перерезок и оборудование соответствует стандартам качества и безопасности, нас туда не пускают. Поэтому здесь никакого пряника, здесь только кнут. Данная мера позволит взять под контроль несогласованные перепланировки газового оборудования в МКД и обеспечить безопасность граждан. Также в ходе заседания рассмотрели вопрос внесения изменений в положение о старостах сельских поселений. В повестку дня одинцовские депутаты поддержали большинством голосов. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Строительство школы в Гусарской балладе осмотрела делегация из Башкортостана. Главная цель визита – перенять лучшие практики проектирования и строительство школ и детских садов. Какой полезный опыт отметили для себя гости, расскажет Полина Бахова. Строящаяся школа в Гусарской балладе станет одной из самых больших в Подмосковье. Она рассчитана на 2200 мест. Корпус уже возвысился на четыре этажа, при этом строительство планируется завершить раньше срока. Объект посетила делегация из Башкортостана. У коллег планируется развитие территории порядка 100 гектаров. И как раз они сейчас в начальном этапе реализации договора КРТ-комплексного развития территорий. Для них важно было поделиться опытом, какие ошибки им не учесть, для того, чтобы максимально быстро реализовать этот проект. И в том числе, чтобы граждане, которые там будут жить, могли получить как можно быстрее доступ к социальным объектам. В этой сфере застройщикам есть чем поделиться. Гостям рассказали, какие современные технологии используются, как сократить сроки возведения, какие материалы применяются и многие другие тонкости. Нам очень понравились планировочные решения. Также мы поговорили об организации образовательного процесса и благоустройстве территории. И планируем все эти новшества применить на территории города Стрелитамак. Особенно гостям запомнились решения по винтажному остекленению. В настоящее время в городе Стрелитамак реализуется проект комплексного развития территорий. И полученные навыки обязательно пригодятся на родине уверенной члены делегации. Полина Бахова, телекомпания Одинцова. Сегодня в Одинцовском округе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до плюс 8-15 градусов. Подробнее о том, какая погода нас ждет, смотрите через несколько минут. О ней нам подробно расскажет наша молодежная редакция. Ну а пока мы расскажем вам о нескольких новостях региона. Итак, в Московской области началась подготовка фонтанов к этому сезону. В течение апреля все фонтаны в регионе расконсервируют и приведут в порядок. На этапе подготовки специалистам предстоит очистить чаши после зимы, проверить состояние инженерных систем, а также отрегулировать высоту струи и благоустроить прилегающую территорию. Всего в Подмосковье насчитывается 239 фонтанов. Тестовые испытания пройдут до 21 апреля. А единый запуск, если позволят погодные условия, состоится 29 апреля. Ну а другие новости региона смотрите прямо сейчас. Минтранс региона рекомендует не затягивать смену резины на автомобилях зимней на летнюю, так как зимние шины плохо сцепляются с асфальтом в теплую погоду и увеличивают тормозной путь, а еще сильнее изнашиваются и расходуют больше топлива. Также водителям напомнили о соблюдении правил дорожного движения из красного режима. В связи с потеплением на областных дорогах появились мотоциклисты. Необходимо быть предельно внимательными и смотреть зеркала, прежде чем совершить маневр. В Подмосковье стартовал антимусорный рейд. Его цель – предотвратить несанкционированный сброс мусора в лесах Подмосковья. Мероприятия будут проводить на территории региона до 1 декабря. В ходе рейда лесничие вместе с правоохранителями и местными администрациями, а также с журналистами и общественными лесными инспекторами станут выявлять и пресекать несанкционированные навалы отходов на землях лесного фонда региона. Многие отходы имеют длительные периоды разложения и сильно загрязняют природу токсичными веществами. Например, если бумажные салфетки и газеты разлагаются всего около одного месяца, то жевательная резинка уже 30 лет, а пластиковые бутылки – от 100 до 200 лет, алюминиевые банки – около 500 лет, а стекло – одну тысячу лет. Из различных городских округов Подмосковья уже поступает информация о том, что появились первые грибы. В области произрастает 26 видов грибов, занесенных в Красную книгу региона, а их сбор является нарушением и чреват административной ответственностью. Многие особо охраняемые виды похожи на обычные трофеи грибников и даже имеют созвучное название – боровик укореняющийся, подберезовик разноцветный и так далее. Поэтому грибникам необходимо быть предельно внимательными, чтобы не срезать редчайший гриб. Тем более, что многие из охраняемых видов относятся к условно съедобным или несъедобным вообще. Далее в программе. Месяц чистоты и благоустройства. В субботниках на территории округа приняли участие глава муниципалитета, коммунальщики и активные жители. Генеральная уборка. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха начали готовить лыжероллерные трассы к весеннему сезону. Секреты учителей. Муниципальный форум молодых педагогов «Общайся, создавай, применяй» впервые прошел в Одинцове. Музейной экспозиции в Назаревской школе состоялся зональный семинар «Известные люди в школьном музее». И увидимся через несколько минут. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Ранее в программе. Бюджет и другие вопросы. Очередное заседание Совета депутатов Одинцовского округа состоялось в администрации муниципалитета. Полезный опыт строительства школы в Гусарской балладе осмотрела делегация из Башкортостана. А впереди у нас еще очень много интересных тем. Действительно, сегодня отмечают Всемирный день анимешника. Ну, как же неинтересная тема. Однозначно совершенно. Еще день трех драконов и праздник неумелых рук. Ох, мне кажется, многие могут отпраздновать этот праздник. Совершенно согласна с тобой. Ну, а о других праздниках мы узнаем в нашей рубрике. Смотрим. 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день, в 1945 году, против гитлеровцев восстали узники концлагеря Бухенвальд и вышли на свободу. Первый подобный лагерь появился еще 22 марта 1933 года в Дахау, а после фашисты создали огромную их сеть. Они превратили лагеря в места систематического убийства миллионов людей. Всего на территории Германии и оккупированных ею стран было более 14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем. Один из крупнейших – это Бухенвальд. Каждый год в этот день во многих странах проходят различные памятные мероприятия. Также 11 апреля отмечается День Конституции Республики Крым, День Химика ВМФ России и Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. У нас действительно много интересных тем, и кроме праздников у нас много дел, которые совершают в Одинцовском округе. Полезных дел, добрых и важных. Кстати, субботники – очень полезная тема. Приглашаем всех присоединиться к нам. И это правильно действительно поступок, поэтому давайте немножечко о субботнике, который уже прошел, поговорим. В Одинцовском округе он продолжается, вот этот месяц чистоты и благоустройства. Субботники проходят практически повсеместно в парках, лесопарковых зонах и во дворах. Глава муниципалитета Андрей Иванов, представители администрации, коммунальщики, общественники и жители принимают в них непосредственное участие. С каждым разом численность желающих приобщиться к общему делу только растет. Итак, смотрим сюжет. Желание выйти на субботник и сделать город чище и уютнее объединило жителей округа. Глава муниципалитета Андрей Иванов своим личным примером уже не в первый раз показывает, как нужно относиться к родным местам. Потрудимся на свежем воздухе час-полтора, получим удовольствие и сделаем большое благое дело для нашего города. Все нас, я уверен, за это потом поблагодарят. Вооружившись перчатками и мешками для мусора, сотрудники коммунальных служб, общественники и горожане активно включились в процесс. В Одинцове повсеместно убирали остатки прошлогодней листвы, целлофановые пакеты, окурки и фантики. Совместный труд объединил жителей и подарил хорошее настроение, которое эхом пронеслось по всему округу. В районе улицы Вокзальной организовали пункт выдачи инвентаря. В короткое время привели в порядок яблоневый сад и прилегающую к нему территорию. Все с удовольствием вышли на это мероприятие, потому что мы испытываем большое счастье, когда едем после субботника домой. Город становится совершенно другим, чистым, красивым, уютным. За чистоту в лесопарке на улице Чистяковой в Новой Трёхгорке активно взялись сотрудники Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха. Для них это уже привычное дело. Бережное отношение к природе – их профессиональная кредо. Собираем мусор, потом увозим отсюда и на утилизацию. В общем, чистим, делаем наш город чище. На помощь пришли жители соседних домов. Юлия Филиппова узнала информацию о субботнике накануне вечером из социальных сетей и, не задумываясь, вышла на уборку. Я хочу, чтобы наша окружающая среда была чистой, хочу, чтобы всем было приятно гулять, хочу тоже как-то поучаствовать в жизни города. Наблюдая за действиями взрослых, шестилетний Даниил Фомин тоже не остался в стороне. Мальчик покинул детскую площадку и принялся помогать старшим. Свой поступок объяснил очень по-взрослому. Природа создала нас, потому что она может просто не захотеть нас производить потом. И снова о чистоте и благоустройстве. Генеральную уборку организовали и в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Здесь проводят масштабные работы по уборке снега, слежероллерных трасс и комплексному благоустройству территории. Идут проверки и текущее обслуживание детских комплексов, обустройство летних кафе и веранд и другие виды работ. Репортаж Полины Толмачевой. В рамках месячника по благоустройству в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха приводят в порядок территорию после зимнего сезона. В первую очередь уделяют внимание детским игровым площадкам, моют, проверяют на безопасность и смазывают игровые комплексы. Также готовят к весне фудкорты и летние террасы. Самый большой объем работ связан с очисткой трасс от снега. Дело в том, что в нашем парке до 3 апреля желающие еще могли покататься на лыжах. И вот сейчас в оперативном режиме мы стараемся этот оставшийся снег убрать для того, чтобы наши посетители уже смогли прийти в парк, погулять пешком или покататься на роликах, на велосипедах. Работы по благоустройству ведутся с начала апреля. Объем внушительный. На территории в 280 гектар располагаются лыжно-роллерные трассы протяженностью от 600 метров до 6 километров, детские и спортивные зоны, волейбольная, многофункциональная и воркаут-площадки и многое другое. Всего в работах по благоустройству у нас задействовано порядка 35 человек, 4 единицы техники, соответственно, это тракторы МТЗ, поливальные машины и, соответственно, средства малой механизации. Все работы по сезонному благоустройству закончат до конца апреля, а качество уборки проверят по чек-листу. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова». Ну и теперь от уборки к продолжению, скажем так, этой теме, к ремонту дорог. Это тема дня нашего сегодняшнего, тема нашего эфира. Я думаю, что тема актуальна. Не менее актуальна, чем все вышеперечисленные и то, что мы коснемся еще позже. Итак, смотрим наш эфир, продолжаем. А сейчас корреспонденты нашей молодежной редакции уже отправились на улицы города и узнали у жителей, как они оценивают состояние дорог на территории округа после зимы. Смотрим опрос. Ну, дороги стали плохие после того, как снег сошел. Трещины появились, все вот это вот, не знаю, ездится, ну, хуже стало ездить. Просто ужасно, как снег сошел, вместе с ним и асфальт. Качество дорог просто кошмарное. Не могут не ремонтировать ничего. Хотя в прошлом году положили новый асфальт. Везде ямы. Ужасные. Вот, вот, смотрите. Вот, гляньте. Сразу вот. Хорошая дорога. Очень хорошая. Ужасная. Так же вот всю дорогу. Асфальт положили новый, дорожки вот закатали, да? Красота. Ну, зачем надо было вот экскаватором вот эти вот все дорожки? Вот. Поряпали. Для чего? Что за управляющая компания? Что это? В общем, какие дороги? Нам не нужны. С 18 апреля и до конца весны в Москве пройдут дни исторического и культурного наследия. Жители и гостей столицы порадуют более 500 бесплатных экскурсий. Что еще интересного произошло или произойдет в ближайшее время в столице, узнаем прямо сейчас. Москвичам пообещали теплую погоду на Пасху. Утро 16 апреля окажется прохладным с температурой около 0 градусов. Однако к полудню она поднимется до плюс 10. Синоптики уверяют, что теплые сапоги и пуховики можно уже убирать. Холодает и весной еще вернутся, но это не та погода, которая потребует зимние одежды. Почти 700 российских дизайнеров подали заявки на участие в маркетах Московской недели моды. Свои коллекции смогут презентовать 150 лучших брендов. В период с 28 по 30 апреля они получат возможность представить свою одежду, обувь и аксессуары в московских торговых центрах. В поездах Москва-2020 установили современную систему раннего обнаружения дыма, которая может автоматически сообщить машинисту о нештатной ситуации. В каждом вагоне поезда установлено до 15 тепловых датчиков, в том числе в закрытых отсеках с оборудованием. В паре с ними имеются модули порошкового пожаротушения. Ну а далее в программе вы увидите... Смотрите, секреты учителей. Муниципальный форум молодых педагогов «Общайся, создавай, применяй» впервые прошел в Одинцове. В музейной экспозиции в Назаревской школе состоялся зональный семинар «Известные люди в школьном музее». Оставайтесь с нами, и вы увидите все это в нашей программе. Не переключайтесь через несколько минут. Ранее в программе. Бюджет и другие вопросы. Очередное заседание Совета депутатов Одинцовского округа состоялось в администрации муниципалитета. Полезный опыт строительства школы в Гусарской балладе осмотрела делегация из Башкортостана. Месяц чистоты и благоустройства. В субботниках на территории округа приняли участие глава муниципалитета, коммунальщики и активные жители. И генеральная уборка в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха начали готовить лыжероллерные трассы к весеннему сезону. Ну а прямо сейчас наша молодежная редакция расскажет о погоде. Доброе утро. Погода в Одинцовском округе сегодня ожидается облачная и зябкая. Воздух прогреется от плюс 8 до плюс 15 градусов по Цельсию. Вероятность осадков низкая – 20%. Атмосферное давление чуть выше нормы – от 747 до 750 мм рт. ст. Ветер южный, слабый – 3 м в секунду. Относительная влажность – от 50 до 85%. Магнитное поле спокойное, световой день, составит 13 часов 49 минут. Луна убывающая. И немного о народных праздниках. 11 апреля на Руси отмечали берещение. В этот день чествовали всеми любимую березу. Ее называли деревом жизни, здоровья и света. Название праздник получил за традицию собирать березовый сок. По поверью, в этот день он обладает живительной силой. А теперь немного о народных приметах. Если сегодня лягушки громко квакают, к ясной погоде – тихо, к дождю. Перед дождем кошка прячет лапкой нос. Перед похолоданием сворачивается клубочком. Вытягивается она спинке к теплу. Если сильная роса на траве – дождя не будет. Стрижи, носящиеся над крышами, к потеплению. Желаю вам побольше теплых дней и хорошего настроения. До скорых встреч! Между тем, у нас в округе прошел муниципальный форум молодых педагогов «Общайся, создавай, применяй». Он впервые состоялся на территории 5-й Одинцовской школы. Начинающие учителя и наставники поделились опытом, приняли участие в мастер-классах. Секреты педагогов узнал наш корреспондент. Алина Пушнова пришла работать в детский сад сразу после института. Сегодня у нее уже есть первый выпуск и достаточный опыт в профессии. На форум молодых педагогов она пришла укрепить и дополнить свои знания. Рассказала о главных принципах во взаимодействии с дошколятами. Дарить вот эти теплые эмоции, любовь к детям, которой порой им не хватает. Потому что воспитатель – это как второй родитель. «Ты для них мама, друг, товарищ, да просто родной человек. Они приходят к тебе с улыбкой, ты от них заряжаешься. И тем самым непосредственно ты хочешь работать дальше и дальше». Около 150 молодых учителей и воспитателей образовательных учреждений округа прослушали лекции и поучаствовали в мастер-классах коллег. Такие практические знания и живое общение полезны не только для профессионального роста. «Для того, чтобы они поняли и увидели, как их много. Для того, чтобы они знали, что они не одни и всегда могут рассчитывать на поддержку. Потому что молодому педагогу не просто работается. Ну и мы, конечно, рассчитываем, что после этого мероприятия у нас будут новые вступившие в профсоюз». Из личного опыта директора 5-й Одинцовской школы молодые педагоги и сами могут многому научить. «На сегодняшний день в школе работает 15 молодых педагогов. В административной команде 5 человек из молодежи. Они мобильные, оперативные, грамотные, могут работать с информационными системами». Какой педагог сейчас успешен? Информационные технологии в профессии, способы мотивации детей – это лишь некоторые темы, на которые были получены ответы в рамках прошедшего форума. В будущем такие встречи будут проводиться на регулярной основе, уверены организаторы. Ведь именно за молодыми педагогами – будущее нашего образования. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». А в Назаревской школе состоялся зональный семинар. «Известные люди в школьном музее». В фойе учреждения организовали передвижную выставку экспозиций школьных музеев. Не только из Одинцовского, но и из Нарфаминского и Можайского округов разного профиля. Национальная выпечка – факты о героях Великой Отечественной и предметы одежды. Алтынай Алексеевна вместе со своим учеником приехала на зональный семинар «Известные люди в школьном музее». В Назаревской школе они представляют одну из экспозиций, которая посвящена дружбе народов. Музей вообще был создан в 1969 году нашим учителем, историком, крыеведем Александром Андреевичем Пузатиковым. Долгое время он существовал, но по техническим причинам какое-то время он не функционировал. И в этом году мы восстановили музей полностью и еще добавили некоторые экспозиции. Руководители музеев раскрывали интересные факты из жизни выдающихся личностей, которым посвящены экспозиции. В Назаревской школе часть выставки познакомила гостей с семьей Михалковых. Экспонаты собирались с 1980 года учениками школы непосредственно и также педагогическим коллективом. На сегодня у нас в музее насчитывается 2700 экспонатов. Это не только бумажные носители, это предметы. Похвастаться можно, конечно, в этих условиях. Это и, например, немецкая рация сохранилась. Огромное количество учебников. Это периоды 20-30-х годов. Ребята приняли активное участие в семинаре, подготовили выступление и провели экскурсию для гостей. Я проведу экскурсию для наших гостей по нашей выставке, посвященной юбилею Сергея Михалкова. Я занимаюсь этим делом, потому что это интересно, по-моему, контактировать с людьми. Это развивает какие-то ораторские умения. Свои экспозиции представили не только участники из Одинцовских школ, но и гости из Нарафаминского и Можайского округов. Также педагоги обсудили современные формы и методы патриотического воспитания школьников. Не только прививается любовь к своей родине. Здесь ребята получают, в школьном музее я имею в виду, получают азы исследовательской работы, проектной работы. То есть неоценима роль школьного музея в деле воспитания и образования. Участники смогли не только поделиться своим опытом, но и узнать о новых формах работы в музеях. Областные семинары проводятся ежегодно, и организаторы пообещали подготовить в следующий раз не менее интересную встречу. Полина Бахова, Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. Итак, вы посмотрели сюжет, ну а сейчас хочется вспомнить немножечко результаты опроса нашего, который мы проводили, и тему дня. Сегодня мы говорим о ремонте дорог. Тема важная, актуальная и интересная, я думаю, каждому и автомобилистам, и пешеходам. Животрепещущий момент для каждого жителя Одинцова. Мне кажется, каждый раз, когда ты утром просыпаешься и садишься за баранку своего друга, ты думаешь о том, какое количество ям ты сегодня встретишь. А может быть и не встретишь. Ям действительно на дороге становится все меньше и меньше, в нашем округе, по крайней мере, точно. Ну, естественно, наши эксперты это подтверждают. Давайте узнаем у них, как они оценивают вообще состояние дорог на территории нашего округа и какие работы проводятся. И сегодня мы узнаем о том, какие объемы по ремонту дорожного полотна предстоят у нас в округе и что уже сделано у начальника, у директора МКУ УПРДОРКОбстрой Сергея Вячеславовича Батушенко. У нас запланирован ремонт автомобильных дорог, 10 дорог, 12 километров, общей сложности 63 тысячи квадратных метров. Но это мы сейчас говорим именно про ремонт дорог. Еще сезон ремонта у нас не начался, хотя контракты у нас уже заключены. И мы ориентируемся на конец апреля, начало мая, как начало сезона ремонта дорог. Другое дело, что мы сейчас проводим работы в рамках содержания автомобильных дорог по ямочному ремонту. Тут другая ситуация. Тут мы активно работаем. Вот уже как две недели назад у нас начали запускаться завод асфальтобетонный, что дает возможность получать горячий асфальтобетон и им работать. Соответственно, сейчас поэтому эти работы интенсифицировались. И на сегодняшний день у нас уже ликвидировано порядка 2000 ям. Причем за последнюю неделю порядка 800 их было сделано. Эта работа набирает свои обороты. Перед нами стоит задача в основном закончить ямочный ремонт до 1 мая этого года. Справляются ли подрядные организации? Справляются, но у них, собственно, выбора нет, куда им деваться. А как проверить качество проведенного ремонта? Ну, если мы говорим про ремонт, то там целый ряд мероприятий предназначены для этого. Во-первых, специальная организация привлекается, которая осуществляет технический надзор и строительный контроль. До укладки асфальтобетона, во-первых, согласовывается рецепт асфальтобетонной смеси, потом проводится ее отбор с дальнейшим исследованием лаборатории. И по итогу уже укладки асфальтобетона тоже отбираются керны, исследуются эти керны в лаборатории. Также определяется толщина, собственно, покрытия. И куда обращаться, если повредил автомобиль, попав в яму на дороге? Ну, в первую очередь, это необходимо зафиксировать с помощью ГИБДД это событие. И тут уже смотреть в зависимости от того, кто владелец автомобильных дорог. Потому что вот у нас на территории округа практически все представлены, весь спектр, а именно у нас есть дороги федеральные, у нас есть дороги региональные Московской области, есть муниципальные, за которые, собственно, непосредственно я отвечаю, а также есть частные дороги. Поэтому в зависимости от того, на какой дороге это случилось, обращаться, соответственно, к такому соответствующему владельцу этой дороги. Спасибо большое. Напомним, что сегодня у нас был эксперт Сергей Матушенко, директор МКО «УПРДОРКОбстрой» Одинцовского округа. А вот следующая новость замотивирует наших школьников на подвиги в учебе. В Госдуме предложили перечислять российским школьникам деньги на пушкинскую карту за пятерки. В данном случае, если предложение одобрят, возможно говорить о повышении успеваемости учащихся. О других новостях России в нашей следующей рубрике. Незаменимый компонент буровых растворов для добычи трудноизвлекаемой нефти – гуаровую камедь – Россия сможет производить самостоятельно с учетом климатических особенностей. Для этого ученые ведут поиск генов, связанных с устойчивостью к засушливому климату. В разных сортах гуара – бобовые культуры, типичные для тропиков с бурными короткими ливнями. Россияне сократили расходы на покупку автомобильной резины. В первом квартале этого года продажи упали на 16% в количественном выражении, или на 42% в денежном. Эксперты объясняют это ажиотажным спросом на рынке в марте 2022 года, когда многие опасались дефицита, а также тем, что сейчас россияне стали выбирать более бюджетные марки. В акватории Берингово моря на Камчатке ожидают волны высотой до 8-9 метров. Для населенных пунктов на побережье эти волны не представляют угрозы. Однако судам это грозит чрезвычайными ситуациями с возможными разливами нефти. Главное управление МЧС России приняло меры повышенной предосторожности и объявило штормовое предупреждение на сутки. Далее в программе про молодежь. Что станет темой нового молодежного выпуска смотрите скоро на ОТВ. Новости онлайн об участнике Парада Победы и показателе благоприятной окружающей среды узнаем в нашем обзоре соцсетей. Ну и как всегда увидимся через несколько минут. Не переключайтесь. Ранее в программе. Бюджет и другие вопросы. Очередное заседание Совета депутатов Одинцовского округа состоялось в администрации муниципалитета. Полезный опыт строительства школы в Гусарской балладе осмотрела делегация из Башкортостана. Месяц чистоты и благоустройства. В субботниках на территории округа приняли участие глава муниципалитета, коммунальщики и активные жители. Генеральная уборка. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха начали готовить лыжероллерные трассы к весеннему сезону. Секреты учителей. Муниципальный форум молодых педагогов «Общайся, создавай, применяй» впервые прошел в Одинцове. И музейной экспозиции в Назаревской школе состоялся зональный семинар «Известные люди» в школьном музее. Ну а еще хотелось бы сказать, что мы о многом сегодня уже рассказали. Например, рассказали о важных исторических событиях, которые произошли 11 апреля. Рассказали о праздниках, которые отмечают в этот день. А сейчас я предлагаю узнать, кто же родился в этот день. 11 апреля 1625 года родилась русская царица, первая жена царя Алексея Михайловича Мария Милославская. К власти девушка пришла благодаря интригам боярина Бориса Морозова, обладавшим при дворе большой властью. Морозов расстроил свадьбу царя с его невестой Ефимией Всеволжской, подкупив парикмахера. И тот во время обряда наречения царской невесты так стянул девушке волосы, что она упала в обморок. Подкупленный Морозовым врач усмотрел в этом признаки подучи болезни. Отца невеста обвинили в сокрытии состояния здоровья дочери и со всей семьей отправили в ссылку в Тюмень. Но в итоге для Алексея Романова все сложилось благополучно. Мария Милославская была старше его на 4 года и отличалась благочестием и благотворительностью. Девушка была красивой и пышащей здоровьем. Будучи царицей, Мария Иринична занималась благотворительностью. Выделяла средства на устройства по городам, госпиталей для больных и увечных. На восстановление и обустройство церквей и монастырей. За время брака она родила Алексею Михайловичу 13 детей, 5 сыновей и 8 дочерей. Кроме того, в этот день родились советский артист-цирка, иллюзионист, основатель династии иллюзионистов Эмиль Кио, а также советский и российский актер театра и кино, педагог, народный артист России Валерий Гаркалин. Характерный комедийный артист известен зрителям по таким киноработам, как «Ширли Мырли», «Ландыш серебристый», «Бедная Саша», «Досье детектива Дубровского», «Участок», «Кожа саламандры», «Хандра» и многим другим. Всего в фильмографии артиста более 90 ролей. В эту субботу в эфире вновь ток-шоу про молодежь. Проект о важных и актуальных проблемах подрастающего поколения. В студии телеканала ОТВ юные ведущие, одинцовские старшеклассники, беседуют с приглашенными гостем, разбираются в сути вопроса и в самих себе. Далее смотрите коротко о теме субботнего выпуска. Тема нашего третьего выпуска – «Про это». За этими словами кроются очень важные и глубокие вопросы. Половое воспитание молодежи в 21 веке. В какой форме оно должно присутствовать? С какого возраста и откуда подросток должен узнавать о таких деликатных вещах? В прошлом веке, во времена наших родителей и даже бабушек, говорить об этом было не принято. И интима как бы вовсе не существовало. Сегодня же в открытом доступе практически любая информация. Только во благо ли это? Из интернета ли должен подросток узнавать о взаимоотношениях мальчиков и девочек, физической близости и средствах безопасности? Я бы не рекомендовала изначально лезть в интернет, а все-таки пообщаться в первую очередь со своими самыми родными людьми, с родителями. Если там отклика нет, то все-таки окунуться в литературу. Первый момент, когда у вас зарождаются такого рода отношения, это дружеские отношения, когда вы, например, начинаете просто общаться тепло с мальчиком, с девочкой. Потом вам кажется, что вы уже с этим человеком как будто вы с собой общаетесь. И потом это перетекает в такой уже процесс, когда вам кажется, вот этот как раз подростковый возраст, 15-16 лет, что я без этого человека не могу. А что для тебя именно в данный момент влюбленность? И потом, если я можно, я спрошу девушке. Ну, можно я на этом вопросе промолчу? Просто моя девушка в этом зале есть. Хорошо, имеешь право. Я могу рассказать о влюбленности, как это все проходит. У меня есть девушка уже скоро, жена поздравься. И влюбленность, она всегда начинается с того, что ты очень часто заходишь на страничку этой девочки, там, смотришь ее фотки, там, бац-бац-бац, пересматриваешь миллионы раз. Да, это уже первый признак влюбленности. Второй признак – это то, что ты с этой женщиной, с девушкой начинаешь все больше и больше времени проводить. Ну, на первых порах ты всегда стесняешься. Ну, и ты как-то пытаешься извиваться, как-то подвести тему, как-то оказаться на одной тусовке. Мама, папа, они всегда меня поддерживали, успокаивали. Сестра, друзья. Я всегда им такая, все, меня накрыло, у меня слезы. И все, и там на два часа я с ними разговариваю. Я прекрасно понимаю, что без поддержки родителей я бы не смогла именно эмоционально это все перенести. И еще несколько интересных новостей. Астрономы обнаружили в космосе новый вид черной дыры и назвали это явление невидимым монстром. А израильские ученые выявили, что растения в состоянии стресса способны издавать звуки. Об этих и других мировых новостях смотрите в нашем следующем материале. Абба Скончался гитарист легендарной шведской группы Абба Ласса Веландер. Музыканту было 70 лет. Причиной кончины стало онкологическое заболевание. Ласса Веландер стал выступать в составе группы Абба в 1974 году. Музыкант участвовал в записи всех восьми альбомов коллектива и посещал все туры группы. Когда Абба распалась, гитарист работал с другими шведскими исполнителями. А также выпустил сольный альбом. Растения в состоянии стресса способны издавать звуки, неподвластные уху человека. К такому выводу пришли израильские ученые из Тель-Авивского университета. Для исследования ученые выбрали табак и томаты. Чтобы вызвать у растений стресс, специалисты не поливали их на протяжении нескольких дней и делали надрезы на стеблях. Эксперты использовали микрофоны для записи звуков. И в результате выяснилось, что растения издавали щелчки или хлопки, которые человек не в состоянии услышать. После этого аналогичные результаты продемонстрировали кукуруза, пшеница, виноград и кактус. Израильские ученые пока не выявили сам механизм возникновения звуков у растений, но предполагают, что это происходит из-за кавитации. Специалисты отметили, что результаты данного исследования могут использоваться в сельском хозяйстве для оценки условий, в которых находятся сельхозкультуры. Астрономы НАСА обнаружили необычное космическое явление, которое они назвали невидимым монстром. Это некая черная дыра, которая поглощает звезду, но не пускает в себя ее материю, а выталкивает обратно в космическое пространство в виде газового облака. На самом деле, обнаруженная полоса оказалась следом разрушения и созидания, оставленным черной дырой, несущейся через Вселенную с огромной скоростью, настолько быстро, что она могла бы пролететь от Земли до Луны всего за 14 минут. Сверхмассивная черная дыра весит столько же, сколько 20 миллионов солнечных масс, всасывает газ из окружающего ее пространства и выбрасывает его за собой. Специалисты полагают, что такие наблюдения помогут изучению процесса поглощения материи черной дырой и выявлению ее свойств. Это, в свою очередь, может привести к новым открытиям и возможностям изучения космических явлений. Алые грибы, и это не мухоморы, появились в нашем округе. Где его можно найти, узнаем в нашей следующей рубрике. Участник Великой Отечественной войны Константин Федотов 9 мая станет почетным гостем парада на Красной площади. Приглашение ему лично вручила министр социального развития Московской области Людмила Балатаева. В годы войны Константин Федотов был фронтовым разведчиком, а 24 июня 1945 года стал одним из участников парада Победы. Об этом сообщает телеграм-канал Одинцова Оперативно. В Подушкинском лесу появилась саркосцифа «Алая». Это гриб, который появляется в прохладные месяцы, зимой и ранней весной. И, кстати, это еще и показатель хорошего состояния окружающей среды. Он растет только в экологически чистых местах. Об этом мы узнали из телеграм-канала Одинцова Оперативно. Специалисты Центра гражданской защиты Одинцовского округа оценили уровень воды Москвы-реки в Звенигороде в ходе планового рейда по водоемам муниципалитета. 6 апреля вода поднялась, но, по словам старшего спасателя смены спасателей Николая Данилкова, это не представляет опасности. Дальнейшего повышения уровня не ожидается. Об этом пишут в телеграм-канале «Про округ». 11 апреля звезды благоприятствуют совершению дел, которые давно должны были быть выполнены, и советуют представителям всех знаков зодиака сосредоточиться на своей цели. Что конкретно в этот день обещают звезды каждому знаку зодиака, узнаем прямо сейчас в нашей рубрике «Гороскоп». Овны. У вас достаточно возможности, чтобы реализовать свои желания и удовлетворить потребности в данный момент. Тельцы. Звезды советуют вам воссоединиться со своими близкими и совместно подумать над тем, как можно разрешить существующие проблемы. Близнецы. Помните, счастье – это внутренняя работа. Это означает, что вы должны сами решать, какую энергию будете излучать. Сегодня раки наконец-то добьются взаимопонимания со своим партнером и проведут время максимально романтично. Львы. Не переставайте верить в чудеса. В этом секрет вашей лучшей жизни. Ваши сверстники-члены семьи будут аплодировать вашему успеху. Девы. Вы заслуживаете лучшей жизни. И достичь высот вам поможет ваш уникальный талант. Весы. Посвятите день себе и сделайте все так, как хотите именно вы. Тогда и успех придет во всех делах. Скорпионы. Откройтесь всему новому и не бойтесь, если что-то пойдет не так. Навстречу приключениям. Стрельцы. Чтобы действовать, нужна смелость, которую у вас, кстати, хоть отбавляй. У вас все получится. Козероги. Будьте благодарны за то, что было и что будет. Звезды советуют обратить внимание на сферу личных отношений и подумать о браке. Водолеи. Впереди столько интересных моментов. Начинайте прямо сегодня видеть в мелочах все самое прекрасное. Рыбы. Это идеальный период, чтобы сделать все домашние дела и начать саморазвитие. Удача на вашей стороне. Какова история здания Одинцовской детской музыкальной школы? Об этом расскажет Полина Бахова и специалист из историка Краеведческого музея. А мы узнаем это из программы «Про округ». Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы продолжаем прогулки по нашему удивительному, замечательному городу. Тем более, погода этому очень способствует. И сегодня мы находимся опять же в центре, возле здания, из которого практически целыми днями раздаются звуки музыки, потому что это детская Одинцовская музыкальная школа. Ну и по фасаду, по остаткам декора на фасаде мы видим, какие там были наличники, карнизы. И да, это реально похоже на постройку нашей конторы. Да, очень похоже. Да, ну, к сожалению, то, что мы опять же видим сейчас, оно, как я сказала, уже отличается. Но по старым фотографиям... То есть, как бы, в наших источниках, в воспоминаниях жителей Одинцова, это здание называется «Заезжим домом» полица Сорокаумова. Почему «Заезжим»? Вот сейчас как раз я и расскажу. На самом деле, место для постройки Сорокумов выбрал очень удачное. Мало того, что здесь проходит Можайское шоссе, тогда Смоленская дорога, то есть такой важный путь к Москве. Ну и на этом наш выпуск сегодняшний завершен. Я желаю вам удачного дня, отличного настроения. Пускай все у вас забывается. До свидания. До новых встреч. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин